Собственно говоря, из этого разговора должна родиться правильное понимание того, что охота в такой стране, как Россия, особенно в такой стране, как Россия, где самая большая площадь охотничьих убодий, которая превышает 1 миллиард 500 миллионов гектаров, я думаю, что в такой стране, конечно же, охота и любительское рыболовство могут стать одной из самых бурно развивающихся отраслей экономики. Мы можем потом перейти к конкретным цифрам, показать нашу ситуацию сегодня и сравнить это с другими странами, с той же Европой, с теми же Соединенными Штатами Америки, и увидим, что ситуация плачевная на сегодняшний день в России. Что касается этого документа, то тут, помимо того, что мы предлагаем подготовить законопроекты, которые предусмотрят устранение многочисленных административных барьеров в охотничьем хозяйстве, еще один момент очень важный, это то, что нас в последнее время сильно стало беспокоить, скажем так, внедрение в охоту, я говорю, в охоту вообще, я речу, особенно не разрешенную охоту, большого количества новых технических средств. Я имею в виду тепловизоры, я имею в виду дроны, и если сегодня об этом не подумать и не поставить барьеры, в том числе через Уголовный кодекс, то я думаю, что ситуация может стать непредсказуемой в России. Поэтому, собственно говоря, вот группа охотников, не только охотников, но и тех людей, которые занимаются развитием общественного охотничьего движения в стране, озаботилась этой темой, и мы выступаем с этой инициативой, которой мы рассчитываем потом получать национальную поддержку не менее 100 тысяч голосов и станет серьезным фактором общественной дискуссии и потом реализуются через законодательные какие-то акты. Я хочу добавить по тем новым средствам тепловизоры, приборы ночного видения и дроны и так далее. То, что сейчас новое неожиданно появилось, особенно это в России, потому что в большинстве стран все это запрещено. Даже в той же Африке, в которой мы считаем, что это где-то далеко, и там ходят на бедренных повязках, пока мы с вами живем в цивилизованной стране, в Африке запрещены приборы ночного видения, приборы тепловизора и все остальные технические новшества. Там, если приезжает человек на охоту, он становится единым с местными жителями и с теми правилами, которые очень жестко соблюдаются уже столетиями. Поэтому, то, что Сергей Владимирович сейчас сказал об этих новшествах, они, конечно, должны быть полностью запрещены и у нас в России, потому что, по сути дела, это абсолютная незащищенность животных. Это стрельба в любое ночное время, когда животное выходит в основном ночью на кормежку. Оно абсолютно не защищено ничем. В ночное время, кажется, для животного оно менее осторожное становится. И этим пользуются те, кто использует современные вот эти тепловизоры. По сути дела, это уничтожение животных. И животных, потому что нельзя различить ни возраст, ни пол. И, по сути дела, идет отстрел того, что категорически запрещено вообще стрелять. И уже начинается и браконьерство, и прочее, прочее. Поэтому здесь наша инициатива, мы надеемся, найдет поддержку государственных структур. Я назову несколько цифр. К тому же, у нас здесь одна есть цифра. Может быть, она не совсем понятна. Мы разъясним ее. Мы говорим, что потери от незаконной добычи охотно-ресурсов превышают легальный уровень их добычи в России на 2 миллиарда рублей ежегодно. Вот по тем данным, которые у меня есть, если они неправильно, коллега Филатов, меня поправит, то легально добытая продукция, скажем так, составляет ежегодно порядка 16 миллиардов рублей, а браконьерство на 2 миллиарда больше, 18 миллиардов рублей. А если мы еще добавим потери от волков, то, если не ошибаюсь, там почти 20 миллиардов рублей. За прошлый год количество иностранных охотников, которые посетили Российскую Федерацию, составляет где-то 500-600 человек. Это единицы. Причем это очень емкий туристический рынок. Если мы возьмем, например, нашего партнера по БРИКС, Южноафриканскую Республику, то в год иностранные туристы оставляют в казну в Южноафриканской Республике до 1 миллиарда, я не говорился, до 1 миллиарда долларов, потому что количество иностранных туристов там исчисляется тысячами, до 10 тысяч, от 8 до 10 тысяч в год. Вот какая польза, гигантская польза, может быть от охоты в стране, когда существует понимание, что такое охота, и существует система, которая направлена и на дичь и разведение, и на организацию правильной охоты. Соединенные Штаты Америки это больше 40 миллиардов долларов дает охота и рыбалка, туризм и дичь и разведение. В Канаде около 40 миллиардов. Так что это очень весомые деньги, которые могли бы идти в бюджет нашей страны при правильном использовании тех ресурсов, биоресурсов и правильной охоте, которую можно организовывать в нашей стране. Продолжение следует...